Ас-саляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Они постоянно и без устали поклоняются Всевышнему и выполняют Его повеления. Соответственно, не может быть речи об их неповиновении или об их наказании за совершенный грех. Что же касается Харута и Марута, то это имена двух ангелов, которые упоминаются в 102-м аяте Сура Аль-Баккара. Эти ангелы были направлены к жителям Вавилона до пророка Нуха, мир ему, как сказал Ибн Исхак и другие. В свое время в Вавилоне большое распространение получило колдовство. Эти два ангела давали людям информацию о колдовстве, но не обучали людей этому. Более того, они запрещали людям заниматься колдовством. Всевышний Аллах в Коране сказал, смысловой перевод, «Ничего не было неспослано двум ангелам в Вавилоне, Харуту и Маруту, но они никого не обучали, не сказав, воистину мы являемся искушением, не становись же неверующим». Они обучались у них тому, как разлучать мужа с женой. Сура Аль-Баккара, аят 102. Ибн Кассир в толковании этого аята пишет, «Имеются разногласия по поводу этой истории. Из этого аята однозначно можно понять, что Аллах ничего не ниспосылал этим двум ангелам, как об этом сказал Аль-Куртуби. Иудеи же утверждали, что Джибраил и Микаил миром принесли знания о колдовстве двум ангелам, Харуту и Маруту. Но Аллах в аяте опровергает это лживое заявление». Аляуфи передает, что Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал по поводу слов Аллаха, «Ничего не было неспослано двум ангелам в Вавилоне, то есть Аллах не ниспосылал колдовство». Ибн Джарир также передает мнение Ар-Рабии ибн Анаса, да будет доволен им Аллах, по поводу слов Аллаха, «Ничего не было неспослано двум ангелам, то есть Аллах не посылал знания о магии этим двум ангелам». Ибн Джарир добавляет, «Это наиболее правильный комментарий к этому аяту. Многие ученые из числа праведных предшественников считали, что Харут и Марут были ангелами, которые спустились с небес на землю и совершили то, о чем говорится в вышеприведенном аяте. Чтобы сопоставить этот аят с догмой, что ангелы защищены от ошибок, мы скажем, что Аллах предварительно знал, что совершат эти ангелы, так же, как Он знал о том, что совершит Иблис, но все же позволил находиться Ему с ангелами, как говорит Всевышний, смысловой перевод. «Вот сказали мы ангелам, падите ниц перед Адамом, они пали ниц, и только Иблис отказался». Сура Таха, аят 116. А то, что совершили Харут и Марут, менее тяжко, чем, что совершил Иблис, да проклянет его Аллах. Аль-Куртуби пишет, что так считали Ибн Аббас, Ибн Умар, Ас-Суди и другие, да будет доволен имя Аллах. Абу-Джафар Ар-Рази передает, что Ибн Аббас, да будет доволен имя Аллах, сказал. «Когда кто-либо приходил к этим ангелам, чтобы научиться колдовству, они предупреждали его. Мы лишь искушение, поэтому не впадай в неверие. Они отличали добро от зла и знали, что является верой, а что неверием. Они также знали, что колдовство является одной из форм неверия. Когда человек настаивал на обучении колдовству, они посылали его в место, где сатана встретил бы его и обучил колдовству. После обучения колдовству свет веры вылетал из человека в небо, и тогда человек восклицал, «О горе мне, горе! Что мне делать теперь?» Хасан Аль-Басри сказал, «Эти ангелы были неспосланы с магией для того, чтобы испытать людей. Но до того, как они были посланы, Аллах взял с них обещание, что прежде чем они начнут обучать кого-то колдовству, они предупредят его словами, «Мы лишь искушение, поэтому не впадай в неверие». Мухтасар, Тафсир и Банкасир. Некоторые историки и толкователи Корана приводят историю Харута и Марута и добавляют, что они совершили на земле прелюбодеяние и выпили спиртное, что не соответствует убеждениям мусульман. А другие ученые заявляют, что это ложь и обман, которые даже обвиняют в неверии того, кто убежден в праведности этой истории. Далее мы приведем слова Ибн Хаджира Аль-Хайтами, где он разъясняет эту историю. Ибн Хаджир Аль-Хайтами пишет в книге «Фатава Аль-Хадисия», что касается истории Харута и Марута, как это достоверно пришло от пророка, мир ему и благословение Аллаха, что они были ангелами, и что их соблазнила самая красивая женщина того времени, которую звали Захра, и они совершили прелюбодеяние, выпили опьяняющее и убили ребенка. А эта женщина была превращена в известную звезду, так как они обучили ее «Аль-Исм аля Заму», с помощью которого сами поднимались на небеса. С помощью этого она вознеслась на небеса и превратилась в известную звезду. Это является чудом, которое сотворил Аллах в качестве назидания ангелам за их слова, как это достоверно пришло в Хадисе. Когда сотворили Адама, они, ангелы, сказали, «Неужели ты поселишь там на земле того, кто будет распространять нечестие?» Сура Аль-Баккара, аят 30. Аллах пояснил им, что если Он вложит в них те качества, которые Он вложил в людей, то они также будут распространять нечестие. И они этому удивились. Тогда Всевышний повелел выбрать троих ангелов, и они выбрали. Но один из трех попросил оставить его, и его оставили. Харут и Марут спустились на землю, и случилось с ними то, что случилось в качестве назидания для остальных ангелов, дабы удерживать их от рассуждения о том, о чем нет у них знания. То, что мы здесь привели, является ответом на то, что эта история является необычным делом. Посредством той мудрости, которую упомянули, ответ становится очевидным для тех, кто отрицал эту историю. Более того, некоторые преувеличивали и сказали, тот, кто имеет убеждение в правдивости их истории, впадает в неверие. Но это, конечно, не так, как они заявляют. Поистине многочисленны разговоры вокруг этой темы, а мнения и предположения противоречат друг другу. А то, что мы рассказали, является более соответствующим сунни, и не противоречит правилам шариата. Имеется также мнение, что они были не ангелами, а джиннами, которые находились среди ангелов. И если посчитать это мнение достоверным, то нет никакой нужды отвечать на их истории. Это было бы подобно тому, что Иблис не был ангелом, хотя и находился среди них, будучи джинном. Простым же рабам Аллаха не стоит вдаваться в подробности этих историй, и не следует пытаться установить истинность той или иной версии. Лучше всего уповать на Всевышнего Аллаха и приводить то, что пишется в книгах истинных учёных Ахлюсунны, не принижая знания и достоинства ни одного из них. А противоречивые моменты лучше всего оставить тем, кто обладает знаниями и разбирается в этих вопросах. А Аллах знает лучше. До новых встреч! Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.